Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы продолжаете присылать нам свои вопросы, и сегодня на них ответит метрополит Симбирский Новоспасский Лонгин. Здравствуйте, Владыка. Добрый день. Первый вопрос от Василия. У нас родился сын, мы хотим его окрестить, но, к сожалению, среди друзей и родственников нет верующих. Можно ли попросить нашего батюшку из церкви, в которую мы ходим, стать крестным? Если он откажет, возможно ли обойтись без крестных? Если вы сами люди верующие, церковные, посещаете храм, исповедуетесь, причащаетесь, участвуете в таинствах церковных, то, во-первых, можно попросить батюшку, тем более, если вы его знаете, и он знает вас. Другое дело, сможет ли он на себя взять обязанности крестные, это все-таки достаточно хлопотное дело. Если сможет, очень хорошо. Если не сможет, не обижайтесь на него, потому что священник, человек занятый, и по-настоящему уделить внимание вашему подрастающему балашу ему будет непросто. В крайнем случае можно крестить без крестных, если родители сами являются по-настоящему воцерковленными верующими людьми. – Ну, наверное, можно обратиться к прихожанам в церкви кто-нибудь, да? – Да, если вы ходите в храм, вот прозвучал такой вопрос, что с одной стороны среди наших друзей и знакомых нет верующих людей, а с другой стороны – храм, в который мы ходим. Вот вопрос, что подразумевается по слову «ходим в храм». Если человек ходит в храм, как я уже сказал, регулярно, постоянно, то люди, стоящие рядом с ним на богослужении, они не могут быть ему чужими, они, ну, вольно-невольно, они знают друг друга, и вполне можно попросить кого-то из прихожан, если удосужились за это время познакомиться с ними, вот, можно попросить кого-то из прихожан стать крестным. Но в крайнем случае можно крестить и без крестного. – Следующий вопрос от зрительницы. Может ли православная христианка заниматься йогой? Действительно, после занятий йогой чувствуется прилив сил? – Ну, йога – это некий комплекс таких психосоматических упражнений, которые, так сказать, в комплексе влияют на человека, и на его физическое, и на его душевное состояние. Там есть, насколько я знаю, я никогда не ознакомился близко с йогой, но я знаю, что все-таки это физическим упражнением соответствует еще и некая идеология. Назовем это так, да? Или квазирелигиозные какие-то такие вещи, убеждения, символы. Я бы не советовал. Потому что это достаточно сильно переплетено, и отделить, скажем так, физику от психосоматики очень сложно здесь. Поэтому я бы не советовал. – Ну, это, наверное, касается и других восточных единоборств. – Да, совершенно верно. Тем более, что систем, скажем так, оздоровительных, систем, поддерживающих физическое состояние человека, без примесей вот этих вот восточных религий, или, так сказать, квазифилософских каких-то этих учений, вполне достаточно. Можно найти себе любой комплекс, так сказать, упражнений, которые будут действованы. – Спрашивает Юлия следующий вопрос. – Работаю в сельском клубе. Хочу открыть музей. Сегодня принесли старое Евангелие. Как-то на душе тяжело стало, так как считаю, что такие вещи должны храниться при церкви. Как мне поступить? – Музей, во-первых, это очень хорошо. Я сразу хочу, во второй вопрос, поблагодарить за эту замечательную мысль. Музей – это очень хорошо. – Что касается церковных предметов, почему бы? Они могут вполне быть в музее, тем более это старенные какие-то вещи. Наверняка есть у людей какие-то иконы, может быть, уже старые, или еще какие-то книги церковные. Мало ли, когда в 20-е, 30-е годы разоряли наши храмы, люди верующие спасали все, что могли. Несли домой какие-то иконки, какие-то предметы, утвари, облачения. Потом, когда храмы открывались, уже в наше время, ведь очень много икон и утвари, церкви было возвращено верующими людьми. Поэтому, если в селе нет храма, то вполне возможно, что музей может содержать какие-то отдельные предметы, касающиеся жизни церкви. И вполне можно посвятить этому какой-нибудь стенд. Я видел такие музеи сельские, где, смотришь, там, кадила старая лежит, какой-нибудь крест на престольной, евангелие, молитвослов, псалтирь, какие-то книги, может быть, потому что были верующие люди, которые даже предвоенные, послевоенные годы порой собирались по домам и там таким мирским чином даже совершали богослужения по книгам, по церковным книгам. Вот такие, ну, они уже скончались, их сейчас уже практически не осталось, таких людей. Я думаю, что вполне возможно это сделать. Далее спрашивает Алексей. Если не помнишь, крестили тебя или нет, сейчас, кстати, таких людей много, к сожалению, и не у кого об этом спросить, можно ли креститься? Мне 45 лет. Нужны ли в данном случае крестные? Если Алексей решил покреститься, потому что он стал христианином, он уверовал в Бога, то крестные могут быть, но не обязательно. Конечно, лучше всегда иметь какого-то человека, с которым в добрых отношениях друга или товарища, который при этом верующий, православный, практикующий христианин. И он может быть крестным. Опять же, как и в первом вопросе, если такого поблизости нет человека, то можно бескрестного принять крещение. У нас очень много людей, которые не могут подтвердить или опровергнуть факт своего крещения во младенчестве. Условия были такие, что для того, чтобы крестить ребеночка, люди иногда ехали за 3-9 земель, туда, где их никто не знает. Потому что, если крестить ребенка дома, то была опасность, что, во-первых, было обязательное требование предъявить паспорт. Ну, в церкви не могли его обойти, это требование. И если предъявляли паспорт, потом об этом сообщали на работу, по месту учебы, начинались проблемы. Мы, скажем, в 70-е, 80-е годы уже не выгоняли с работы, не сажали в тюрьму, как, скажем, в 30-е. Но все равно проблем можно было получить достаточно много. Поэтому люди ехали куда-нибудь за 3-9 земель и уж, конечно, старались покрестить, чтобы никаких материальных следов, в том числе и записей, нигде не оставалось. Потом родственники умирают, бабушки, дедушки умерли, мама то ли знает, то ли... Вроде бабушка крестила. Опять же, как бабушка крестила? Иногда крестили сами люди верующие, церковные. Вот, как я сказал, читали, собирались по домам и служили таким мирянским чином службы. Так и крестили младенчиков. Дело в том, что из всех таинств церкви крещение – это единственное, которое может совершить обычный мирянин, не священник, в случае необходимости, когда священника нет поблизости. И поэтому многие такие вот крещены, как это даже говорится, бабушками. А бабушка крестила. Берется святая вода, поливается с словами «крещается раб Божий такой-то, во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа». Аминь – то, что говорится, когда крещаемый погружается в купель. Поэтому вполне возможно, что и такое было. Но это крещение надо восполнять еще в храме. Поэтому вот для таких случаев есть такая практика. Человек, который не знает, был ли он крещен или нет, приходит и крестится. И священник, когда его крестит, крестит его с формулой «аще не крещен». То крещается раб Божий, допустим, Иоанн, «аще не крещен», если не крещен. И дальше совершается, собственно говоря, вещь к крещению. Потому что действительно мы не можем зачастую выяснить, было ли крещение или не было. Поэтому я этому человеку могу посоветовать так вот прийти в храм и рассказать об этом, о том, что он не может знать факт своего крещения, и попросить крестить его вот с такой формулировкой. Любой священник это знает и это делает. Спасибо, Владыка. До свидания. До свидания, уважаемые зрители. Самая обычная комната в Ульяновской городской клинической больнице святого апостола Андрея Первозванного заметно преобразилась. Теперь здесь появились иконы, тексты молитв и записочки для поминовения. Все это сделано для того, чтобы сюда могли прийти и помолиться те, кому так нужна помощь и поддержка. Женщины, ожидающие рождения малыша. Освящение молитвенной комнаты совершил настоятель храма в честь святого апостола Андрея Первозванного Иерей Роман Сладко. Совершилось то, что задумывалось еще два года назад. И слава Богу, мы вот только что помолились на освящение этой молитвенной комнаты. Надеемся, что здесь смогут найти определенное утешение те, кто приходит помолиться о здоровье своих чад, может быть, еще нерожденных, но уже живущих в очреве матери. Настоятель Андреевского храма наградил благодарственными письмами помощников в деле устроения молитвенной комнаты при больнице имени святого апостола. Затем в актовом зале больницы был дан старт благотворительной акции «Спасибо, мама». По словам отца Романа, каждой женщине, которая узнает о своей беременности, будет передан подарочный пакет, в котором находятся детские вещи, икона Пресвятой Богородицы-Помощницы в родах и распечатанные листовки с информацией о мерах поддержки от храма и от благотворительного фонда «Доброе дело». Если у женщины все хорошо, то она просто с благодарностью примет этот подарок. Если же у нее есть какие-то страхи и сомнения по поводу беременности, и она выбирает между рождением малыша и абортом, возможно, детские вещи напомнят ей о радости материнства, а информация о мерах поддержки окажется полезной. Дальнейшее – это обратная связь. Когда человек получает пакет, в пакете в поздравлении написана просьба, чтобы получившая пакет дала обратную связь, что она получила. И вот уже это некоторый контакт, что человек дает обратную связь, и в случае, если ему нужна какая-то дополнительная просьба, о чем написано в нашем поздравлении, то он может обратиться сразу с тем, что ему необходимо. Суть этого проекта – это некая такая новая политика в отношении работы с будущими мамами, направленная на сохранение еще нерожденных жизней, на профилактику аборта. И этот сам проект наш такой благотворительный, очень важный, очень нужный, он предусматривает собственно внедрение новых алгоритмов общения врача, доктора, врача-кушира гинеколога с беременной женщиной. Это повышение информированности беременных женщин о тех мерах социальной поддержки, которые существуют у нас в регионе. Высокую оценку проекту дал заместитель председателя правительства Ульяновской области Сергей Кучиц. Действительно, это замечательный проект, это замечательная возможность женщине, которая носит под сердцем зарождающуюся жизнь, уже начать ощущать поддержку, прикоснуться уже к счастью материнства. И действительно, понять, что стать матерью – это не образа, это счастье. Настоятель Андреевского храма Иерей Роман Сладко и главный врач больницы имени святого апостола Андрея Первозванного Александра Верушкина подписали соглашение о сотрудничестве. Первые пакеты с иконами и вещами для новорожденных были переданы беременным врачам больницы и тем женщинам, которые сегодня впервые узнали о беременности. Наталья Петровна, от всей души поздравляю вас с долгожданной первой беременностью. Желаем, чтобы беременность протекала хорошо, малыш родился здоровым, крепким и радовал вас всю жизнь. Вас подарок от нас, Валентина. Спасибо, Пограмма. Как отмечают организаторы акции, неслучайный её старт дан в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в день, когда Пречистая Дева узнала, что в очреве носит Бога-младенца Христа. Сергей Николаев, Юрий Конихин, Симбирская митрополия.